Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам довольно забавный бой, где произошел какой-то странный глюк на сервере, и все игроки перестали контролировать свои танки, то есть они нажимают, например, кнопку вперед, а танк у них поворачивается или просто едет назад. И это просто жесть, вы только посмотрите, игроки тут поворачиваются, ездят туда-сюда, и не могут нормально ничего сделать. У меня тоже в бою такие глюки были, и мой танк там совершенно меня не слушался, и мне пришлось там танковать кормой, и это была полная жесть. Вот посмотрите на игрока на М103, загнал он себя в угол, и не знает, как же все-таки нормально теперь поехать и как-то сражаться с врагами. Но через некоторое время все-таки начинает М103 как-то стараться выбраться из этой ситуации, в которую он попал, и все-таки начинает ехать вперед, хотя по-прежнему танк его не особо слушается, вот он даже не может повернуть сейчас направо, вырезается М103 в стенку, и не может ехать вперед, уже просто застрял тут, ИС сзади тоже пытается что-то сделать, посмотрите только на М103, как он забавно пытается повернуть, но его разворачивает, и он чуть ли не поехал обратно вниз, но вот все-таки понемногу он пытается управление взять под свой контроль, но ничего не выходит, снова он тут круглый делает, и ничего не получается. Некоторые союзники тоже пытаются что-то сделать, но у них это тоже особо не получается. Такое ощущение, что все пьяные, и не могут нормально управлять своими танками. Опять занесло тут М103. Ну, может быть, это по правде, все пьяные, типа день рождения у кого-то было, и все зашли как-то в один бой, и теперь вот в таком состоянии играют, и не могут нормально ездить. Все-таки доезжает М103 до вражеской территории, это был целый подвиг. Некоторые враги тут стоят АФК, но другие же очень даже неплохо контролируют свои танки, и даже стреляют. Поэтому их нужно устранить в первую очередь, а потом уже стрелять по АФКшным танкам. Тут наш герой уничтожает Т25 на 2, и прячется за его трупом. Выезжает борщ, выцеливает, стреляет, и пробивает в башню М103, наносит огромный урон. Понятное дело, нужно уничтожать живых противников. ВЗ-120 приезжает, не пробивает, к счастью, но соблазн очень велик, и игрок стреляет по-прежнему по АФКшному танку, по М103. Приезжает еще ИС, который все-таки смог взять свой танк под контроль, но по-прежнему многие союзники еще АФК, выезжает тут снова борщ, и нужно, конечно, уничтожать тут врагов. Неприятели же в свою очередь пытаются уничтожить М103, потому что они понимают, что если смогут это сделать, то дальше они поедут и спокойно разберут АФКшные танки, которых там очень много, это тысячи урона, и это, конечно, очень вкусно и приятно, поэтому они стараются разобрать М103, хотя, в принципе, они могли поехать там другим путем и уже приехать к АФКшным танкам, но они почему-то до этого не додумались и сражаются с М103, который эффективно тут их разбирает, хорошее он укрытие себе сделал, и, в общем, в этом сражении он побеждает, в принципе, он наверняка понимает, что там полно тоже домашки, и соблазн очень велик, ну и вот последнего противника, который тут оказывал сопротивление, уничтожают, приехал еще союзник Т-54Е1, и это конкурент, потому что он тоже сейчас будет разбирать АФКшные танки, тут приезжает противник на Е50, в принципе, желательно его сейчас уничтожить, потому что он будет мешать, возможно, хотя я бы на его месте просто бы поехал там и АФКшных противников подамаживал, потому что и так понятно, что тут происходит, хотя, конечно, многие скажут, что это нечестно, но задайте себе такой вопрос, а вы бы устояли, по-моему, ни один игрок, даже самый скиллованный, не устоял против такого соблазна, ну и тут М103 помогает союзнику на Т-54Е1, и я бы еще подумал помогать ему, потому что это конкурент, враги берут базу, и я просто поражаюсь, ну как так можно, ну как, столько домашек, там они двигаются, враги, едь, уничтожай их, но они этого не делают, они едут брать базу, вот это логика, ну я просто этого не понимаю, тут М103 решает поехать на сбитие, хотя там еще полно АФКшных, жадный Т-54Е1 не едет, сбивает захват, тут наш герой дамажит ИСушку, она поворачивается медленно, и за это время удается перезарядиться и уничтожить ее, но еще на захвате один противник, но у нашего героя остались одни фугасные снаряды, поэтому Тигра разобрать не так-то и просто, с одного выстрела наносится мало урона, а он еще и огрызается, наносит нашему герою урон, поэтому М103 решает объехать его с другой стороны, и вся халявная дамажка тут досталась Т-54Е1, это, конечно, немного обидно, для М103 возможно было, если бы он не сбил захват, то было бы поражение, так что непонятно, правильно ли он поступил или нет, я думаю, правильно, но в любом случае данный бой это всего лишь везение, и я не считаю это каким-то хорошим результатом, просто игрок поехал, подамажил АФКшные танки, но он, в принципе, неплохо играл, потому что там еще были живые противники, против которых пришлось сражаться, но в любом случае хорошим результатом это не назвать, и если игрок там гордится, что он разобрал АФКшные танки, то это я считаю неправильно, хотя не дамажить АФКшные танки, вы сами понимаете, очень сложно, это нужно такое самообладание иметь очень хорошее, но в любом случае бой довольно забавный, были тут смешные такие моменты, когда игроки не могли справиться с управлением, и в целом такая ситуация нестандартная, надеюсь видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал друзья, а также ставьте лайки, если вам не трудно и хотите поддержать меня, ну и желаю вам всего самого наилучшего, до скорых встреч, пока!